МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости на ННТ в студии Махач Курбанов. Небольшой анонс о том, что будет в выпуске новостей. Знакомство с историческими памятниками и духовной культурой. Муфти Дагестана Ахматофанди в Татарстане. Более тысячи тонн некачественного зерна уже реализовано. Управление Росельхознадзора с проверкой у предприятий. Выходец из Дагестана Анвар Алахьяров в заявке сборной России по греко-римской борьбе. Подробности в спортивном блоке новостей. Сегодня муфти Дагестана шейх Ахматофанди встретился с президентом Татарстана Рустамом Минихановым в его рабочем кабинете в Казанском Кремле. Напомним, что муфти Дагестана прибыл в Татарстан с рабочим визитом, основная цель которого – знакомство с историческими памятниками татарского народа в области духовной культуры. Ахматофанди также посетил Болгарский музей-заповедник, ознакомился с деятельностью Болгарской исламской академии. В составе нашей делегации были ректор Дагестанского исламского университета Мухаммад Абдулаев, заместители муфти Абдулла Аджималаев и Шамиль Алиев. В рейтинге мэров глава Махачкалы оказался в конце списка. Об этом сообщает АИФ Дагестана. Новое исследование, посвященное оценке деятельности городоначальников за апрель-май 2019 года, подготовил Центр информационных коммуникаций совместно с Финансовым университетом при правительстве России. Объектами исследования стали руководители 88 столиц субъектов страны. Согласно рейтингу, мэр Махачкалы Салман Ададаев расположился на 85-м месте. Лучшим городоначальником назван мэр Тюмени Руслан Кухарук. На втором месте разместился глава Москвы Сергей Собянин, а на третьем – мэр Казани Ильсур Метшин. Отметим, что результаты национального рейтинга составлены на основании заочного анкетирования, а также проведенных опросов представителей экспертного сообщества различной профессиональной и социальной принадлежности. На территории Сергакалинского района прошли ливни с градом и усилением ветра. В результате неблагоприятных погодных условий была испорчена проезжая часть дороги к трем селам – верхние и нижние махарги и бурдыки. Пострадал один легковой автомобиль. В данный момент идут восстановительные работы. Основная дорога освобождена от селевых заносов для беспрепятственного въезда в населенные пункты. После прохождения кратковременного ливневого дождя с градом на территории Сергакалинского района сошел селевой поток, в результате чего незначительный ущерб получен жителями селения Бурдыки. Размыта автодорога местного значения. В настоящее время дорога расчищена, движение восстановлено. Жертв пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено. В Дагестане продано свыше тысячи тонн потенциально опасного зерна. Управление Россельхознадзора провело проверки предприятий, занимающихся выращиванием и реализацией зерновых культур в нескольких районах республики. Установлено, что производственные кооперативы 1 мая, ЦНАЛ и Хизроева, при посеве урожая использовали зерна низкого качества. На семена озимой пшеницы, ячменя и риса отсутствовали документы, подтверждающие их пригодность. Они реализовали около 1,2 тысяч тонны зернопродукции, не проверив образцы выращенных культур и соответствия указанным нормам. Отметим, что она может нанести вред здоровью человека и животных. Детский смех, веселье и искренняя радость. Накануне в Махачкале состоялся благотворительный ифтард для детей из многодетных и малоимущих семей. Организатором доброй акции выступил клуб волонтеров «Социальная сеть». Нам очень хотелось бы их развлечь, чтобы они отдохнули, привыкли к полноценному семейному досугу, как-то отвлечь от тех проблем, которые у них в данный момент есть. Благотворительный ифтард мы проводим уже периодически, в прошлом году тоже проводили. Это у нас как традиция, и нам очень приятно, что именно в этот месяц у нас получается вот так детишек собрать. Праздник начался в парке, ребята смогли бесплатно покататься на всех аттракционах. Позже для детей организовали турнир по шахматам. Далее праздник продолжился в банкетном зале. Помимо угощений, ребят ждала увлекательная праздничная программа. Эмоции просто зашкаливают. Сложно как-то что-то описать. Но уже по лицам детей понятно, что им это нравится, что они в восторге, что они это надолго запомнят. И у нас получилось сделать их хоть чуть-чуть счастливее. Борец греко-римского стиля Анвар Алохьяров выступит на первенстве Европы среди юниоров в Испании. В состав команды накануне объявил старший тренер команды Николай Монов. Классик, представляющий Москву, является единственным выходцем из Дагестана в заявке сборной России. В марте этого года Алохьяров выиграл первенство России в Иркутске. А в апреле в Каспийске взял золото на международном турнире памяти 40-ката Осия Тилова. Кроме этого, борец становился бронзовым призером взрослого чемпионата России в Калининграде. Всего цвета российского триколора в испанском городе Понте-Ведро будут защитить 10 классиков. Турнир стартует 3 июня. Команды из России и пяти стран ближнего зарубежья примут участие в международном турнире по футболу среди юношей. Игры на Кубок Каспия пройдут с 11 по 16 июня на полях Анжи-Арены. Турнир является ежегодным и пройдет уже в третий раз. Участие в нем принимают дети не старше 14 лет. Организаторы приурочили его памяти политического и государственного деятеля Шехсаиды Шехсаидова. Действующим победителем турнира и обладателем почетного трофея является команда из Ростова-на-Дону, обыгравшая в финале казахстанский Кайрат. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего вам хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин